Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся расти к любовью» и я Марина Ланская. Сегодняшнюю тему нашей встречи мы озаглавили так «Милосердие в действии» и пригласили к нам в гости директора благотворительного фонда Матроны Московской, это епархиальный фонд помощи детям-сиротам и наши гости Надежда Арзамасцева. Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Очень приятно! И мне тоже очень приятно, тем более, что, позвольте мне сделать такое небольшое отступление, я хочу сказать, что часто даже в церковной среде, даже среди людей воцерковленных, возникает такой вопрос, который они обращают и ко мне в том числе. Вопрос звучит так. А что же делает епархия с точки зрения социальной помощи? Есть ли проекты, которые остаются не на бумаге, а действительно воплощаются в жизнь? Меня этот вопрос всегда возмущает, и я понимаю, что вот моя работа в том тоже заключается, чтобы рассказывать об этих замечательных инициативах, которые есть в нашей епархии, которые действительно воплощают добро в действие, приводят вот это замечательное действие, когда от плана мы переходим к настоящей благотворительной помощи. Вот расскажите, пожалуйста, как это было в вашем случае? Что вы планировали, что задумывали, и как перешли к тому, что стали осуществлять активную деятельность в этом плане? Ну, начиналось все давно, с 2008 года, с мая месяца. Тогда был организован фонд помощи детям-сиротам-инвалидам во имя Святой Блаженной Матроны Московской. И начинали мы свою деятельность при Новодевичьем монастыре. В начале мы просто ходили к ребятам, которые по каким-либо причинам попадали в больницы, из социальных учреждений, из домов ребенка, из детских домов. Потому что там они лежали одни, медсестра на посту, деткам, естественно, нужно внимание, ни педагогов, никого нет. И началось все с этого. Основателем фонда была прекрасная женщина, Москалева Светлана Николаевна. Она сама по профессии врач-хирург. Долгое время отработала на скорой помощи. И не понаслышке знала изнутри все проблемы, с которыми сталкиваются детки, а тем более детки-инвалиды. Потому что им, конечно, нужна забота, внимание. В дальнейшем, когда мы стали посещать деток, мы поняли, что мы к ним привязываемся, они становятся нам родны. И мы стали посещать деток в учреждениях уже, в детских домах, в домах ребенка. Детки росли-росли. Мы пытались водить их в храм, общаться с ними, заниматься. Познакомились с такой организацией, как «Дети под покровом». И они предложили привозить уже ребят и чем-то занимать, потому что впоследствии они вырастут. А дети, которые с инвалидностью, им потом по жизни будет не то, что сложно социализироваться, а вообще себя найти, найти какую-то работу. И было принято решение начать организовывать небольшие мастерские для ребят, которые подрастают, потому что мы их окормляем, их ведем. И видели в этом нужду. Выиграли грант от православных инициатив. И первой мастерской у нас стала мини-типография и небольшая швейная мастерская. Вот так это все начиналось. И я в фонде помогала как волонтер, потом стала как куратор волонтеров. А потом, так как я профессии дефектолог-логопед, мне предложила Светлана Николаевна попробовать себя в роли преподавателя именно в этой мастерской, в мини-типографии. Пришлось освоить дело, изучить все оборудование, посмотреть, как оно работает. В принципе, это не составило особого труда. И в итоге мы запустили вот эту программу по трудовой реабилитации ребят уже. А где здесь помощь епархии? Я понимаю, что это были инициативные люди, я понимаю, что это были добрые дела, которые вы делали, и которые обрастали как снежный ком все новыми и новыми инициативами. Но епархия, вот ее роль мне пока непонятно. Ну, это вот так вот все начиналось. В итоге, как сейчас помню, 25 декабря пришла на конференцию епархиальную. И там был председатель отдела по церковной благотворительности Николай Брындин, протеерей Николай Брындин. И когда я рассказала о нашей деятельности, показала продукцию, которую делают ребята, после этой конференции он подошел и спросил, может, мы в чем-то нуждаемся, как помочь. И пригласил на встречу. А как раз на тот момент в Новодевичьем монастыре был ремонт. То есть вы лишились, насколько я понимаю, помещения в Новодевичьем монастыре, да? Ну, как бы был такой вопрос, либо ждать, когда пройдет ремонт, а сердце было неспокойно, и хотелось где-то дальше трудиться. Ребята все-таки оставались на попечении. И отец Николай предложил нам сначала переехать к Спасо-Преображенскому собору, в ближайшие помещения. И он там посмотрел, чем мы занимаемся, посмотрел на ребят. А через какое-то время непродолжительное уже предложил работать не только быть директором фонда, а работать в епархии, в Координационном центре по работе с инвалидами. И я знаю, что масштаб работы у вас сразу стал гораздо большим, правда? Да. Ну, в нашу задачу, конечно, входит очень большой объем. Это мониторинг того, что происходит вообще в нашей Санкт-Петербургской епархии, кто занимается с инвалидами. Какая работа в церкви происходит с социальными учреждениями, не только детскими, но и взрослыми, с реабилитационными центрами, с психоневрологических интернатах, где есть духовное окормление, где нет. Плюс мы занимаемся доступной средой. Это оборудование доступной среды в храмах, это пандусы, это кнопки, это рельефные иконы и множество другого. Это общение со многими людьми, это консультации, это те инвалиды, которые обращаются за помощью к нам в плане духовного окормления, причащения на дому. Ну, как бы работы стало, конечно, много, но стало гораздо интереснее. Но ваша типография, насколько я понимаю, продолжает работать? Да, типография продолжает работать. Теперь у нас ребята не только учатся, а у нас первые плоды. У нас сначала трудоустроена была девочка, которая получила свое жилье, она колясочница, Алена Артеменко. Она приступила первая к работе, и мы делаем там бланки записок, иконы, книжечки, молитвословы. Остальные детки, которых учили, многие ушли в ПНИ, к сожалению. Мы их пытаемся посещать по возможности, волонтеров всегда не хватает. Но те, кто выходит из учреждения и получает свое жилье, мы пытаемся их поддерживать. Трудоустроить, да? В дальнейшем к нам обратилась служба занятости Выборгского района через комитет по труду, и они предложили нам тоже попробовать такую небольшую субсидию на стажировке. И на месяц они к нам на стажировке прислали двух ребят-инвалидов, и сейчас они тоже у нас по прошествии стажировок, мы их оставили на местах, они у нас трудятся, также при церкви, делают всякую церковную продукцию. Вот немножко Вы коснулись вопроса, по крайней мере, прозвучало слово «волонтеры». Вот мне, например, интересно, а кто, собственно говоря, трудится в Вашем фонде, чьими руками творится добро? Ну, у нас трудится, кроме меня, у нас есть бухгалтер, который помогает переводить зарплату тем же ребятам, который периодически в тяжелых ситуациях мы, конечно, не можем обеспечить всех, но помогает некоторым детям на реабилитацию, переводит денежки. У нас есть куратор волонтеров по больницам, молодая девушка Кристина. Она у нас, наверное, если не ошибаюсь, с 2015 года совершенно безвозмездно приступила к этому служению, и до сих пор трудится, ей это нравится. У нас есть куратор по детскому дому Наталья, ну, это, в принципе, что говорится о деятельности именно фонда. Ну, есть еще и там воскресная школа благодать у нас для деток с особенностями развития. Там тоже у нас трудится Наталья Логопед, психолог Ангелина. Люди совершенно вот от чистого сердца, по доброй воле делают такие дела и милосердия. То есть относятся к этому как к своему христианскому служению, правда ли вы понимаете? Да. Ну, конечно, надо не забыть тех волонтеров, которые ходят к ребятам в больницу до сих пор. Есть волонтеры еще с 2008 года, которые к нам прилепились, их человек 10, и они всегда откликаются, когда мы их зовем. Есть часть ребят-волонтеров, которые ходят в детские дома, тоже помогают ребятам узнать о Боге, помогают почувствовать себя неодинокими. Вот. О них тоже забывать не стоит, и мы им очень всегда благодарны. Вы знаете, я совершенно недавно, совсем недавно, готовила сюжет тоже о социальной службе одного из храмов нашего города и беседовала с волонтерами. Меня интересовал вопрос, кто, собственно говоря, те люди, которые готовы жертвовать своим временем, деньгами, силами, вещами, всем чем угодно ради ближнего. И причем не одноразово, а делать это систематически. И услышала мнение, что это чаще всего люди, которые сами претерпели когда-то какие-то лишения. То есть им проще понять нуждающихся. Так ли это на самом деле, вот по вашему опыту? Как вам кажется, какие черты объединяют людей, которые идут вот в волонтеры? Ну, во-первых, это люди отзывчивые сердцем. Те, которые, ну, им что-то рассказываешь, они даже по одной беседе, их глаза сразу откликаются, они не смотрят куда-то в сторону. Возможно, да, это люди, которые уже в храме и хотят что-то делать, хотят куда-то себя применить, хотят спасать свою душу. Есть такие люди. Есть люди, которые, причем удивительно попадаются, люди совершенно светского характера. Они увидели, они пришли, они попробовали, и постепенно через эти дела они тоже приходят к Богу. Ну, разные, конечно. Путей много. Да, путей много. Мне кажется, даже не сам человек, а Господь как-то, наверное, указует путь, помогает. Бывает, идешь на улицу, встретишь человека, и он становится твоим другом, помощником. Вот, поэтому... И все-таки, вы знаете, вот личные истории меня всегда интересуют как-то особенно живо. И вот мне, конечно, очень хочется задать вам вопрос, а как вы в себе нашли вот это вот желание помогать? С чего оно родилось? В какой момент? Ну, наверное, это началось еще давно. Еще вообще в детстве, в детстве, когда хотелось там спасти какое-то животное, там птенец выпал из гнезда, его хотелось посадить обратно, когда нас просили с подружкой, которая привела меня в храм помогать на огороде, покрасить храм, уже тогда сердце отзывалось, и от этого чувствовалось такое благодатное состояние. Было очень хорошо. В итоге я хотела поступить на экономиста, но, наверное, воли Божьей не поступила. Зашла, помолилась, говорю, Господи, направь туда, куда мне нужно. Пришла в университет, говорю, мне нужна интересная профессия, может быть, психолог, мне говорят девушки, ну, наверное, у нас есть для вас еще более интересная профессия, олигофрена что-то такое. Я говорю, да ладно, ну, давайте туда документы. До конца не понимая, куда я иду, и где-то в курсе на втором мы сходили на практику, посмотрели на этих ребят. Вот тогда у меня прошел какой-то переломный момент. Я поняла, что я на самом деле, ну, наверное, не люблю, не готова, не могу. Ну, как многие волонтеры приходят, говорят, я не могу в детский дом зайти, я не могу это увидеть. Вот у меня, наверное, схожая была ситуация. И первый раз я себя попробовала в роли волонтера, поехала в летний лагерь, сказала мне со самыми сложными детьми заниматься ипотерапией. И, ну, вот, я прежде всего даже на детей мне было страшно смотреть, смотрела на тех людей, которые с ними работают. И я такую глубину увидела, такую любовь, и я захотела научиться так же. Так же любить, так же общаться. Мне там дали двух ребят. За которыми я ухаживала, мальчик и девочка. И в итоге, когда смена уже закончилась, я, конечно, сдерживала слезы. Ребята уезжали на автобусе. Они плакали, они махали. Я разрыдалась, когда они уехали. Вот. И с того самого момента я поняла, что, в принципе, могу, хочу. И, наверное, буду дальше учиться. И потом подружка мне говорит, ну, это же твоя профессия. Знаю такой фонд Матроны Московской. Не хочешь ли себя попробовать дальше? Времени много не было. По выходным ходила в больницу вот так. Наверное, и произошел этот какой-то момент. Это все не страшно на самом деле. Вот. Конечно, многие, действительно, многие волонтеры, и вообще многие люди, которые хотят благотворить, они почему готовы принести вещи и готовы помочь деньгами, но не готовы пойти в больницу? Чаще всего именно потому, что они чувствуют в себе душевных сил на то, чтобы перенести вот эти чужие страдания. Мне очень хочется, чтобы вы поделились опытом, откуда черпать вот эти вот душевные силы, или это, может быть, уже даже духовные силы, которые поддерживают человека на такой непростой работе. Действительно ведь нам тяжело видеть страдания других. Мы иногда из милосердия не можем творить это самое милосердие, хотя, может быть, это всего лишь жалость к себе. Ну, возможно, потому что на самом деле вот работая с детками инвалидами, чувствуешь, что они намного сильнее тебя. Ты на них смотришь и удивляешься. Они намного жизнерадостнее. Ну, как здесь сказать, если ты начинаешь с ними общаться, то мир твой меняется абсолютно. Наверное, жизненные силы отчасти я черпаю у них, их жизнелюбие, их любовь, их отдачу. На самом деле все мы у них учимся. Мы вот когда встречаемся с волонтерами, они говорят, мы все учимся у них, мы учимся любви. Вот. И, конечно, ну, это посещение храма, посещение вместе с этими ребятами храма, это вдвойне радость. Вот. Поэтому, ну, как бы я бы это так описала. А профессиональное выгорание, такой термин психологический, который к подобным профессиям и к такой деятельности приписывают просто моментально. То есть, если ты занимаешься социально незащищенными людьми, ты непременно переживаешь вот этот вот кризис свой профессиональный, когда необходимо восстанавливаться физически, душевно и духовно. Вам он знаком? Знаком. Бывает, что вот работаешь, ну, как-то общаешься, и вдруг понимаешь, что сил нет, и дома не хочешь разговаривать, ни с кем откуда это появилось, не понимаешь. Ну, стоит буквально один-два дня просто, ну, как бы, побыть дома, и ты понимаешь, что ты без этого уже не можешь. Тебя тянет обратно, или там ту же самую воскресную школу стоит пропустить, мне не подавать. И понимаешь, что, ну, зачем ты это сделал, зачем ты пропустил этот день? Силы очень быстро восстанавливаются. Все-таки, наверное, наверное, даже от этой деятельности какие-то другие резервы открываются, скорее всего. Наверное, раньше бы я не могла подумать, что я могу столько времени посвящать деятельности. У меня и семья есть, и ребенок, и как бы муж, и дома надо все успевать. Но откуда-то столько сил появляется, когда начинаешь именно заниматься помощью, милосердием, и все вокруг начинают к этому подключаться. Кто как может, это очень радует. А ваши друзья, родственники, они разделяют ваше, я даже не могу сказать, увлечение? Нет, вот этот ваш образ жизни. Слушайте, ну, конечно, не все разделяют, если честно так сказать. Хотя видны перемены. Я начала деятельность свою с 2008 года как волонтер. Сначала меня тяжело понимали. Даже будущий муж, мы с ним познакомились, я его стала таскать в фонд. И он как-то сначала приглядывался, не понимал, что это, да это тяжело. Но со временем люди, даже которые не разделяли взглядов, они стали обращаться за какими-то советами, за духовной помощью, и смотреть совсем по-другому. Ну, те близкие люди, которых я знаю. И, наверное, ну, этот пример дает тоже возможность каких-то, может быть, не таких больших, ну, небольших дел милосердия, может быть, в своей семье, может быть, со своими близкими, хотя бы начать с этого. Но это много стоит, это много стоит, да. Да, конечно, и вы знаете, я когда выбирала, кого бы нам сегодня пригласить для того, чтобы побеседовать о милосердии, я вдруг поняла, что ваш фонд, наверное, один из самых подходящих вариантов. Почему? Потому что вы выбрали ту категорию, как мне кажется, социально незащищенных людей, которая является самой-самой уязвимой. Во-первых, это инвалиды, во-вторых, это дети, а в-третьих, это сироты. То есть вот, кажется, уже более уязвимых людей быть-то и не может. И вот хотелось бы, конечно, мне поговорить о том, как вы заботитесь о том, чтобы их жизни не складывались. Вот кроме трудоустройства, наверняка, я больше чем убеждена, что в своей деятельности вы не удовлетворяетесь тем, что вы пришли, их навестили, поухаживали, переодели, накормили. Вы понимаете, что человеческая душа у ребенка, у инвалиды и сироты, она тоже есть, она требует большего. Вот вы разрабатываете какие-то пути решения вот этих глобальных проблем? Как вы это видите себе? Ну вот, мы пока действуем, может быть, на малом фронте при одном детском доме, но мы стараемся стать им дальними родственниками, стать их, ну, друзьями близкими, чтобы они могли понять, что есть... Что вы не пришли и ушли. Да, что мы не пришли и ушли, а что есть кто-то, кто их любит. И кто к ним придет. И это что-то... Не откажется от них через время. Да, не откажется. Конечно, не всегда получается это делать часто, но мы все равно есть. Многие ребята нам звонят по телефону. В прошлом году у нас волонтеры собрали деньги, купили девочкам, которые могут общаться, которые имеют разговорную речь. Они купили им телефоны, девочки с нами общаются, возвращаются из учреждений, рассказывают о своих проблемах. Насколько для них это важно? Ну, конечно, это очень-очень важно, но здесь самое главное – прийти и не бросить, потому что многие дети привязываются. Есть такой момент, когда они начинают называть мамой, папой. В этот момент мы всем объясняем, что не надо, чтобы вас называли мамой, папой, потому что если вы конкретно не нацелены взять ребенка в семью, для ребенка будет травма, особенно если вы куда-то пропадете или уедете. То есть лучше быть другом. Ну, для начала, да, лучше быть другом. Как бы есть у нас такие волонтеры, которые там привязаны к какому-то ребенку, у них сложились такие отношения более теплые. Надо понимать, что это все-таки брать на себя ответственность и понимать, что это на всю жизнь. Как у тебя есть друг там, например, со школы на всю жизнь, так у тебя там тоже появляется друг, с которым ты можешь пообщаться, который даст тебе свой опыт, потому что у них необычайное жизнелюбие, необычайное... Несмотря на все вот эти тяжелые обстоятельства, скажите, да, и у них необычайное восприятие Господа, церкви, они это больше чувствуют, быстрее доходят до души, мы говорим об инвалидах, но у Господа нет ограничений души, поэтому обычно у этих людей по сути грехов меньше, потому что физически они не могут грешить, как мы, и душа быстрее откликается на что-то светлое, доброе, поэтому мы вот от них учимся, а не чему-то каким-то социальным моментом от нас. Вот так это происходит. Вы своих волонтеров готовите вот на эту серьезную работу, потому что я понимаю, что человек может, движимый теплым чувством и желанием помогать, прийти к вам, а потом, вот как вы сами говорите, придать, то есть начать общаться, например, с детками и перестать их посещать, начать какую-то деятельность и бросить ее. Вы стараетесь это предугадать и по возможности минимизировать подобные случаи? Ну, естественно, раньше... А как? Есть школа волонтеров или что? Да, раньше она у нас функционировала, на данный период, так как мы работаем в епархии, она, конечно, не функционирует, потому что, ну, загрузка слишком большая, но мы новых волонтеров прикрепляем к старым волонтерам, чтобы те делились своим опытом и обязательно об этом рассказывали. И, ну, на самом деле у детей в социальных учреждениях, да и у взрослых, когда люди приходят, у них сейчас много информации, много сменяется людей, и если вы придете один-два раза, ну, для них не будет какой-то сильной трагедии, что все, сразу ребенок привязался, он, конечно, к каждому побежит, каждого обнимет, но привяжется он гораздо... Не сразу. Не сразу. Это может быть внешне казаться, что он бежит, обнимает, каждого любит, но все же, да, это такое планомерное движение, чтобы тебе стали доверять, чтобы, как бы, открыли свою внутренность. А были случаи усыновления детей? Нет на вашей практике? Ну, случаи усыновления... Был только один случай, это директор фонда, бывшая Светлана Николаевна, она взяла троих ребят, двое деток, они все братья-сестры, два братика и сестренка, двое деток здоровых, один ребеночек с ограниченными возможностями, хотя сейчас он догоняет, ему уже пять лет, он потихонечку догоняет своих сверстников. Это, наверное, такое... То есть любовь и уход сделали то, что его болезни отступили, я правильно понимаю? Ну, постепенно, да, может быть, не до конца, но ребеночек практически догнал своих сверстников, когда у него было отставание в развитии, ну, естественно, в социальном учреждении. Меня еще поразило то, что мы как-то с нашей воскресной школой благодать, а туда у нас ходят детки с ограниченными возможностями и с семей, с родителями. Мы такой провели, можно сказать, эксперимент, мы взяли ребят, мы выучили вертеп и приехали в детский дом. Причем схожие диагнозы, схожий возраст, и воспитатели подходят и говорят, вот если бы наши детки росли в семьях, наверное, они были бы такие же, как вот эти ваши, потому что разница, конечно, колоссальная. То есть уход и любовь творят чудеса? В детском доме все есть сейчас, в наших питерских... С материальной точки зрения. Да, в детских домах там прекрасный ремонт, прекрасное питание, наверное, персонал очень даже хороший, все отзывчивые, но именно вот это внимание, материнское, личное общение. Этого не хватает. Ну что ж, мы можем только пожелать вам, чтобы как можно больше людей присоединялись к деятельности вашего фонда. Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо. Это был интересный рассказ, очень поучительный. Благодарю вас. Спасибо вам. Мы с вами прощаемся. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. И я Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова